Район Сенчери Сити 5.41 вечера Рис почувствовал себя очень неуютно Он даже вспотел от напряжения, когда рядом с ним на перекрестке Пико и Долгани В ожидании зеленого сигнала светофора собралась нарядная благоухающая толпа Мужчины в отглаженных костюмах, женщины в нарядных платьях с идеально уложенными волосок к волоску и покрытым лаком прическами Они казались ему людьми другой расы Он и предположить не мог, что его соотчетственники так разительно отличались от него самого, от его друзей Эти люди вызывали у него смутный страх Проведя здесь 6 часов, он еще не привык к ним и продолжал насторожно прислушиваться к присматриваться Когда оказывался среди людей Внешне он сохранял непоколебимое спокойствие каменного Будды В одной руке держал большую пластиковую сумку для продуктов, другая уверенно сжимала рукоятку Кольта 38-го калибра в кармане плаща Люди, стоявшие рядом, не сводили глаз со светофора Его раздражал исходящий от них аромат, притворно-сладкий обман духов, сплошная химия За весь день он ни разу не почувствовал естественного запаха человеческого тела Привычного и успокаивающего Загорелся зеленый огонек Нескончаемый поток транспорта устремился в другом направлении Пешеходы в одежде от Кельвина Клеена поспешили к полосатой дорожке Рис отстал, пропустил их вперед, обеспечивая себе удобный сектор обзора Он продолжал путь в юго-западном направлении Прохожие попадали все реже, и он мог без помех рассматривать машины, припаркованные у тротуаров Ему нужна была машина, подходящая для выполнения заданий Внешний вид значения не имел Автомобиль должен быть вместительным, с мощным надежным двигателем, позволяющим развивать большую скорость Главное, чтобы машина не привлекала внимания Рис ограничил свои поиски окраинными районами Автомагазины его не интересовали, поскольку покупать машину он не собирался Дважды он был почти у цели В первый раз его привлек забрызганный грязью Кадиллак на тихой безлюдной улице Он уже собирался действовать и подошел к нему поближе Но его спугнули дети владельца, возвращающиеся из школы Часом позже, в недрах подземного бетонированного гаража, расположенного под стеклянной коробкой офиса Он открыл светло-голубой Крайслер и потянулся к проводам под щитком приборов, как вдруг тишину прорезал надрывный пронзительный бой Он потратил еще пять секунд, отыскывая способ вырубить сигнализацию Но ситуация становилась опасной Ему пришлось спастись бегством Проклятая техника И здесь она держала над ним верх Солнце почти скрылось, когда Рис заканчивал осмотр квартала между Пико и Элкотом Действие стимуляторов, которые ему впрыснули перед хронопортацией, ослабевало Бодрящая напряженность спала, все сильнее наваливалась усталость Вперед солдат, подстегнул он себя Действуй, не расслабляйся Продолжай разведку местности Он методично ощупывал взглядом территорию, которую мысленно поделил на сектор На востоке, асфальтированная дорожка, движущаяся транспорт отсутствует С юго-востока на юго-запад тянутся двухэтажные строения Скорее всего, жилые дома, много пустых квартир На северо продолжение улицы, транспорта не видно Между северо-западным и северо-восточными секторами строительная площадка, обнесенная металлической оградой Приблизительно 20 тысяч квадратных метров В отдалении два трактора, подъемные краны, шесть человек рабочих Внезапно сердце у него сжалось, ладони покрылись потом Он хотел двинуться дальше и не мог Красный сигнал опасности тревожно пульсировал в мозгу Но что-то словно выртягивало ее к пустырю, не позволяя уйти прочь Воспоминания Прежде он был связан с этим местом, на котором застыл невидимый сгусток ужаса и боли На вождении не иначе В глазах у него потемнело Обрывки воспоминаний заслонили мирный городской ландшафт Искалеченные тела, горящие развалины Ему казалось, он уже бывал тут Рис глубоко вдохнул Отгоняя призрачные картины Занять мысли делом, приказал он себе Что если хронопортация оказала пагубное действие на его сознание И это начало раздвоение личности Он вспомнил Помедлив еще секунду, Рис поправил под плащом ремень Переложив сумку в другую руку и пошел дальше Он загнал страшные образы в самый дальний угол памяти Накрепко запер их там И принудил себя думать только о машинах, попадавшихся на пути В конце улицы он заметил ЛТД Покружил возле автомобиля, присматриваясь к колесам Покрышки в полном порядке Повреждений нет, кроме небольших царапин по бортам Окраска неяркая, потускневшая, тем лучше Еще раз оглянулся, никого Быстрым движением поддел капот и поднял его Опуская дневной свет в сумрачное нутро машину Уйма сложных приспособлений, очищающих выхлоп Их он бы сразу повыбрасывал Так, двигатель объемом 351 кубический дюйм Мощный Отличная модель Он приблизился к месту водителя и вытащил из кармана складную металлическую вешалку для одежды Продолжая держать улицу в поле зрения, распрямил проволоку Подсунул один конец в дверной зазор повыше ручки Нащупывая собачку замка Вокруг все было по-прежнему спокойно Замок щелкнул и открылся Он сел в машину, бросил сумку на сиденье и аккуратно прикрыл за собой дверцу Провода зажигания находились под рулевой колонкой Он действовал по памяти Точными, уверенными движениями пальцев зачистил провод зажигания Напрямую соединил медную и свинцовую проволочки Двигатель заурчал и ожил С того момента, как он увидел машину, прошло две минуты Он нажал на газ, прислушивался к шуму двигателя Звук четкий, равномерный, без перебоев Прогревая мотор, он развязал плечевой ремень, освободил оружие и положил его рядом с собой Рис с восхищением рассматривал роскошное устройство машины Ноги его утопали в пушистом ковре Как только он включил мотор, заработало радио Он покрутил ручку настройки Из динамиков полилась, заполняя кабину, тягучая мелодия Джимми Моррисона На другой волне обладатель язычного баритона призывал божью кару на головы грешников Которые не поддерживают своими взносами его программы Рис с жадностью ловил то одну, то другую станцию точно голодным человеком Угодившим на неожиданное пиршество Отыскал и прослушал программу новостей Ничего особенного В городе три убийства и три локальных конфликта в мире Сверил часы на приборном щитке с сигналом времени по радио Идут точки Он с наслаждением вдохнул запах кожной обивки Вот значит, как они жили Увеличил громкость приемника, изумленно прислушиваясь к словам дурацкой песенки о разбитом девичьем сердце Откинувшись назад, Рис удобно устроился на сиденье Его тело, постоянно сжатое в пружину, готовое к броску, испытало блаженную расслабленность покоя Ласковая теплая волна дремоты охватила сознание, соблазняя кратким мгновением благодатного сна Ни в коем случае Он заставил себя распрямиться Вытряхнул на сиденье содержимое карманов Итак, три коробки патронов для пистолета 38-го калибра и еще четыре коробки картечи На первое время хватит В 9.15 утра он совершил набег на маленький спортивный магазинчик, который покинул в 9.16 С полными карманами боеприпасов, не обращая никакого внимания на заливавшегося в бессильном лае сторожевого пса Опорожнил пластиковую сумку, которую ему удалось набить в захудалой ловчонке на креншо Владелица старуха-корьянка так и не оторвалась от экрана телевизора Из сумки появились номер космополитена, две бутылки минеральной воды и 14 плиток шоколада Сникерс Настоящий шоколад Он пробовал его однажды, мальчишкой Помнится, надолго растягивал шоколадку, пока последняя драгоценная крошка не растаяла на языке А тут ты ешь не хочу Он сунул в рот плитку, всю целиком Жевал, упивая с невероятным сказочным вкусом и ароматом, и вспомнил, какой дрянью привык питаться там Посмотрел бы на него в эту минуту малыш Вилли, командир его огневого взвода, давно уже погибший Он представил расширенные от изумления глаза товарища Ну ты даешь, сержант, неужто слопал все 14? Именно, подтвердил он, разворачивая новую плитку Пролистал журнал Длинные статьи не заинтересовали его, да их немного было Перешел к рекламе Вот это роскошь Он не мог оторвать завороженного взгляда от ярких глянцевых фотографий Сегодня на улицах он видел красивых женщин, ухоженных, празднично одетых Благоухающих с чистотой и свежестью Так разительно не схожих с женщинами, знакомыми ему Но журнальные дивы потрясли егоображение куда сильнее Неземные существа, соблазительно гибкие Облаченные в одежды ярчайших, невидимых им цветов На гладких, без единой морщинки лицах кокетливой улыбке Нанесенные умелой рукой художника-гримера Гибкие, изящно склоненные шеи Тонкие пальцы с длинными маникюрными ногтями Исключали саму мысль о физическом труде В его время от этой изысканной элегантности За несколько минут не осталось бы следа Может быть, это не очень здорово с его стороны Но мысль о том, как хрупкая и недолговечна женская красота Которая ему так не довелось узнать Принесла ему странное удовольствование Он скользил загрубевшими и старапанными пальцами По лицам фарфоровой нежности Отточенным фигуркам Их красота причиняла ему боль И Борис, как никто другой, знал, что в мире, где каждый день Ходишь по лезвию ножа, нет места красоте Он прислонился к дверце головой Искусительница-подушка на плюшевом сиденье Затягивала в свои ласквые объятия Нашептывая предательскую мысль о минутном забвении И он вновь подумал о том Что там он не мог себе позволить множество Казавшихся такими естественными вещей Например, спокойно поспать Он бросил усталый взгляд на строительную площадку На трактор, подменавший под себя перепаханную землю Гудение становилось все громче Оно знакомым эхом отдавалось в мозгу Риса Земля содрогалась под тяжестью многотонных гусениц Взгляд Риса приковали к себе гигантские, воблескивающие металлические колеса метр сорокадневого Колеса неумолимо приближались, перемалывая куски железа и дерева Остатки одежды и кости Горы человеческих костей, которыми был усыпан пустырь едва освещенный луной Почерневшие кости, обугленные в пожаре ядерной войны Отполыхавшими еще до рождения Риса Толстым слоем покрывали обширные пространства Горы Мертвые Трухи стали такой привычной деталью здешнего пейзажа Что никто не задумывался над тем, из чего выросли эти холмы Останки черепов исчезали под колесами охотника-убийцы Рис отвлеченно наблюдал Ему ни о чем не говорили следы той войны, о которой он знал лишь понаслышке Беззубый оскал черепа, который вот-вот рассыклится в придавленной железной махине Зашелся в беззлобном крике «Наступит и твоя очередь» Крик был обращен к нему «Ризн» Он отвернулся Тогда его лицо еще не было покрыто шрамами Они появятся позже Ему только что исполнилось 16 Машина подходила все ближе Металлический скрежет вонзался в мозг человека Точно живое существо, от когтей которого нет спасения Ослепительный океан света затопил небо до горизонта Доля секунды отделяла внезапную вспышку от грохота взрывов Снаряды рвались все ближе и земля вокруг него вздыбилась Лучи прожекторов обшаривали пустырь, нащупывая очаги людского сопротивления В следующее мгновение все, что еще дышит, движется, борется, будет уничтожено машинами Притаившийся в разваленных «Риз» буквально вжался в землю Тошнотворный запах горячего человеческого мяса наполнил воздух Он подавил нестерпимое самоубийственное желание бежать Клуб же взрывает зловонное месиво «Страх – это смерть!» – говорил себе «Риз» «Не подашься панике – будешь жить» Видеосвязь с командным пунктом прервалась Хорошо еще остались наушники и микрофон Радио доносило до него лихорадочную многоголосицу боя Отрывистые команды, грохот стрельбы, крики раненых и отчаянные просьбы Прислать снарядов, прикрыть огнем, выбезти раненых Он обернулся Из 12 бойцов его расчетов живых остался один – Капрал Ферро Худая и изможденная девушка-сапер Ей недавно исполнилось 15 лет Она не отходила ни на шаг от командира расчета, словно в нем была вся ее надежда на спасение На темном фоне ночного неба скользнула хищная тень – башня охотника-убийцы Лучи прожекторов тщательно прочесывали руины домов Риз сверился со счетчиком импульсов В его боевом излучателе Вестингаус М25 оставался еще один плазменный заряд Он принял решение стрелять Хотя бы выбить видеокамеры этой сволочи Риз навел свой автомат на глаза чудовище Оптические устройства с инфракрасным излучением Прицелился и выпустил разряд плазмы высокой энергии Сверхчувствительная оптика охотника-убийцы рассыпалась цветным беером осколков Риз и Ферро успели выскочить из-под развалин за секунду до того, как ответный залп обратил в пыль их укрытие Риз вывел из строя одну видеокамеру Ничего, я все равно добью тебя Прошептал он Риз отступал короткими стремительными перебежками Бой на стеке он внезапно Он уже и не помнил, как все это началось Забытия мелькали в бешеном темпе кинопленки, пущенной на огромной скорости Он едва не споткнулся о мертвое тело Мальчик лет десяти, не больше, сжимал старенький М-16 На груди ребенка дымилось круглое отверстие Застывшие глаза смотрели в небо Кладбище тел Кто в форме, кто просто в лохмотье Женщины, старики и дети Сокрушительный огневой вал прократился от Роксфорда до Шерберна Выжигая все на своем пути Израненная земля досодрогалась от взрывов Риз с камнем свалился в блиндаж Тесная нора, забита обезумевшими от ужаса людьми Руки судорожно сжимают оружие Кто-то схлипывает или стонет Есть и дети Вот она, армия, которая противостоит ожившему кошмару Но какого дьявола они тут засели? Территория должна быть полностью очищена от людей, чтобы обеспечить взрывникам полную свободу Риз еще не рассчитался с охотником убийцы Девушка-мандир, крикнул он Ответ был написан на лицах Остался наверху, погиб в огне или под колесами танка Уходите отсюда быстрее Никто не пошевелился Страх подавил в них волю к сопротивлению Он подталкивал их, заставляя подниматься, а сам продолжал кричать Ну же, бегите! Часть перегруппировывается в двенадцатом бункере Люди покорно кивали Смысл его слов очевидно не доходил до них Но они выпрыгивали из укрытия, куда-то бежали Ночь поглотила удалявшиеся фигуры У Риза не было уверенности, что они доберутся до указанного им пункта Высунувшись из блиндажа, он осмотрел местность Куда подевалась чертова машина Следующую секунду блиндаж накрыло взрывом Незамеченный Ризом охотник-убийца произвел гигантский прицельный гибросплазм В воздух взлетели камни, доски, обрывки брезента Риза швырнула взрывной волной на бетонное перекрытие И он потерял сознание Очнулся в глубокой воронке Он лежал на спине Голова раскалывалась с нестерпимой боли И с сильной яростью он заскрипел зубами Над ним склонилась Ферро Она что-то кричала, указывая на его каску Он ничего не слышал В ушах стоял одуряющий звон Он приподнялся, сорвал каску Вот оно что, пробито Отшвырнул ее, пристроил на голове наушники Что же ты застрял, там точно кусок дерьма Давай вали сюда Мысленно подзывал он вражеский танк Они с Ферро отползли под защиту железобетонной глыбы Торчащей из-под земли там, где когда-то стоял дом Танк продолжал преследование В начале гора обломков осветилась мертвыми вспышками прожекторов Затем показалась сама стальная махина Орудия на башнях равномерно вращались Поливая шквалом смертоносного огня Все в радиусе наскольких дней Рис потянул ранец, висевший у Ферро за спиной Достал две цилиндрические противотанковые мины Одну для себя, другую для девушки Охотник-убийца подползался ближе Он уже был так близок, что если бы не грохал, не сполкавши ни на минуту Они услышали бы, как скрижещут орудия, поворачиваясь вокруг своей оси Рис сделал глубокий вдох Спокойно Пальцы автоматически ощупали корпус мины Рубеж дальности отменен Снять минус предохранителя Танк находился в нескольких ярдах От них у двигателя Перешел в оглушительное завывание Рис видел перед собой только гусеницы танка Все остальное перестало для него существовать Подохни, гад! Он метнулся из тени на освещенное пространство И подложил снаряд на пути наступающего чудовища Изрыгающий огонь глыба пронеслась над миной, не задев ее Пролетев в разрушенные до тла строения, в которых еще скрывались и вопреки логике продолжали сопротивляться люди Машина замедлила ход и начала неуглюже разворачиваться Отскочив груду ко мне, Рис краем глаза увидел, что Фера подскользнулась и едва не упала, но мины из рук не выпустила Взрывное устройство было пущено, таймер отчелкивал секунды Бросай немедленно! Во всю глотку заорал Рис Остав здания заслонял от нее бронемашину, которая маневрировала, избирая наиболее удачный угол поражения Теперь для того, чтобы снаряд Фера достиг цели, ей придется выбежать из укрытия и бросить мину под массированным огнем охотника-убийцы Все завалило Фера взглянула на своего командира Она и сама поняла, что упустила Бриму Девушка взобралась на бетонную плиту, которая защищала их, выпрямилась во весь рост, лукнула снаряд в цели сходовую часть Кривнуться она не успела Пламя, вылетевшая из танка, огненным лезвием полоснуло ее по груди Даже не вскрикнув, она упала Ее тело превратилось в густок алого тумана Кроваво-красные кристаллы попали на рубашку Риза Обрызгали его лицо и руки Он не притронулся к тому, что осталось от Фера Его мысли вернутся к ней позже Мина, подложенная Ризом, взорвалась первой Поразив более уязвимую кормовую часть машины Обломки гусени с мощным ударом вогнала в корпус Одна из взорвавшихся башен была пробита И тонны боеприпасов, находившиеся в ней полыхнули гигантским костром Новый взрыв сотряс баки с горючими В 15-метровой высоте бронированный исполин Самое совершенное орудие убийства Сотрагнулся охваченной пылающей лавой Мина, которую бросила Ферро, взорвалась И до лечения цели Но ее вспышка мощным штрихом довершила Зрелище адского карнавала Охотник-убийца, сотрясаясь, распадался на части Все его последние конвульсии вызывали огненный вал, затопивший небо от края до края Словно над мертвой выжженной землей вдруг родилась сверхновая звезда В рисках завороженный смотрел на будущее море очистительного пламени Теперь добраться до сборного пункта в Долгине Он начинал задыхаться от дыма, которым был пропитан воздух Горело все, металл, арматура, люди Среди развалин застрял БТР И в нем двое контуженных чудом уцелевших людей Он сел за штурвал и разогнал машину Над ними делал в гараже летающий охотник-убийца Но через некоторое время цель ускользнул от истребителя Затерявшись в дыму и крохоти взрывов Рис гнал БТР мимо протянувшиеся на десятки километров черных пепелищ Когда-то здесь были улицы Летающий охотник-убийца выследил их и перешел в пике под углом 40 градусов Турбины взрывели На пределе нагрузки Прожектор изыскали движущийся в БТР И боевой самолет дал прицельный плазменный залп Бронемашину сумяло точно пустую жестянку А в следующей очереди растекло пополам и подбросило в борт Обломком искорежного борта Риза пригвоздил к сиденью Кровь заливала ему глаза Он успел увидеть, что у бойца, привалившегося к нему, снесло верхнюю часть туловища Тугой комок застрял в горле Риза и он весь содрогнулся Попробовал пошевелиться, обжигающая боль пронзила левое плечо Языки пламени лизали покоробившуюся обшивку Поступая все ближе к бессильно распростертому человеку Он рванулся, напрягая последние силы, но не смог длинуться с места Отвратительный запах горелого расползался вокруг Это горели его волосы Он сжался от донесшегося издалека душераздирающего нечеловеческого крика Что-то знакомое послышалось ему в голосе того, кто так страшно кричал Это был он сам Криц открыл глаза Он не помнил, как схватил винтовку, лежавшую на сиденье, когда встал патрон в патронник Он задыхался по телу, градом катился по Мозгу, еще не освободившемуся от тягостных видений, всплывал настойчивый вопрос Где я? Этот вопрос он привык задавать себе, просыпаясь Взгляд его метнулся по мягкой обшивке машины Удивленно помедлен на плитка шоколада и номере Космополитена Он в незнакомом городе Задание Он посмотрел на циферблат электронных часов Спал он всего 3 минуты Рис медленно приходил в себя Сон, заставивший его прожить 3 минуты в колоссальном напряжении душевных и физических сил Бледнел Забывался Безобидный тягач все так же перепахивал строительную площадку На которой не было ничего, кроме зеленеющей травы И еще не было Растерзанные тела, пожарящие машины и несущие смерть Пока существует лишь его сознание Он отогнал воспоминания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok